В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В ходе совместной операции самарские таможенники и наркополицейские изъяли полкилограмма синтетического наркотика. В одном из отделений почтовой связи задержали жителя Самары, который получил запрещенную посылку из Китая. Задержали молодого человека, когда тот с посылкой вышел из отделения почтовой связи. Захват бойцы СОБРа провели молниеносно. Задержанный даже не сразу понял, что случилось и сильно разволновался. Молодой человек заявил, в посылке прибор для изберения давления, но досмотр его слова опроверг. В коробке находился синтетический наркотик весом около полукилограмма. Позже выяснилось, молодой человек был одним из звеньев в наркоцепочке и исполнял роль получателя товара, который заказывал через интернет. Затем через закладки передал наркотик основному заказчику. По данным правоохранителей, задержанный и сам более трех лет употребляет наркотики. Но проблем с законом до этого случая у него не возникало. Каким-то образом сократил свое потребление и решил зарабатывать тем, что продавать это таким же потребителем, как он. Найдя в интернете поставщика, он с ним связался, перечислил около 100 тысяч рублей ему на счет, после чего в его адрес была направлена та самая посылка. Благодаря очередной совместной операции таможенников и наркополицейских из незаконного оборота было изъято сырье для производства более чем двух тысяч до синтетического наркотика стоимостью более трех миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Контрабанда наркотиков в крупном размере». Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Полиция также ведет борьбу с дурманом, имя которому – алкоголь. Почти 90 незаконно установленных киосков, торгующих горячительным, планируют убрать до 6 мая. Об этом в ходе очередного рейда по сносу ларьков заявил начальник областного главка МВД Сергей Солодовников. Киоск на улице Мариса Тереза в Самаре. На вывеске крупными буквами «закусочная». Но торговали здесь, как выяснилось, не только закуской, но и выпивкой. В ходе рейда полицейские изъяли несколько сотен литров пенного напитка. У нас все документы есть, не переживайте. Уйдите, пожалуйста. А лицензия тоже есть, правильно? Тяжело. Лицензии здесь не требуется. Это пункт быстрого питания, незакусочная. Она не требует стационарного помещения. Хозяйка ларька ошибается. По закону, вступившему в силу в январе 2013 года, продажа алкоголя, в том числе и пиво в нестационарных объектах, запрещена. В считанные минуты киоск цепляют краном и увозят на спецстоянку, а на предпринимателя составляют протокол. Та же участь ждала киоск на аэродромной, в котором тоже незаконно торговали алкоголем. В прошлом году отсюда уже убрали более 20 незаконно установленных киосков. Мы уберем до 6 мая все киоски, которые существуют здесь. Независимо от того, кто бы не способствовал тому, чтобы они продолжали стоять. Мы это сделаем путем нашей воли и характера. Заведения, торгующие алкоголем в жилых домах, тоже ждут перемены. Их будут перепрофилировать. Александр Ратников шагает в ногу со временем. Раньше он держал рюмочную, теперь здесь торгует текстилем. Надоели уже эти проблемы, все остальное, то есть и проверки, и все, и мы решили перепрофилироваться спокойно, нормальных, то есть хороший бизнес. Уже 3050 рублей выручка за час. Торговые сети просто перепрофилировались. И сегодня здесь чисто, спокойно, и сегодня они видят здесь граждан, а не люмпинов и маргиналов. И так мы сделаем со всеми первыми этажами. Кто нас не поймет, мы заставим и найдем возможность их переубедить. Местных жителей такое решение радует Нина Липенского, не скрывает эмоций. Мы так обрадовались, ну наконец мы вздохнем. Мы очень рады. Я думаю, что здесь все это приживется. До 6 мая в Самарской области планируют убрать почти 90 незаконных киосков. Кроме того, Сергей Солодовников планирует встретиться с самарскими предпринимателями и обсудить с ними вопросы перепрофилирования. В Тольятти инспекторы ДПС задержали двух молодых людей, которые пытались продать украденные автомобильные аккумуляторы. Даже под покровом темноты злоумышленники не смогли довести свой коварный план до конца. Около 4 часов утра на одной из улиц экипаж заметил Вазовскую Калину, которая была сильно перегружена. В легковушке находились водитель и двое пассажиров. При опросе водителя он пояснил, что работает в такси, что на заднем сидении находятся два молодых человека, которые вызвали его, проехали по другому адресу, с места, где они из мусорного контейнера погрузили ему все 10 аккумуляторов. Задержанных доставили в отдел полиции, где и выяснилось, что аккумуляторы они сняли с автомобилей, припаркованных неподалеку от того места, где их задержали. По данным полиции, молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности. Из мест лишения свободы один из них освободился буквально две недели назад. Сейчас они находятся под стражей и ведется следствие. Еще одно задержание в Тольятти и снова отличились инспекторы ДПС, но не без помощи активистов ночного патруля. С момента создания общественного движения с их помощью полицейским удалось выявить и задержать около двух десятков нарушителей. Подробности далее. Около 10 вечера на одной из улиц Автограда активисты ночного патруля заметили ВАЗовскую «шестерку». Поведение водителя вызвало подозрения. Информацию о легковушке общественники передали дежурному экипажу ДПС. Останавливайся, твой водитель «шестерки». В сторону Автозаводского по частному сектору едем. К преследованию подключились еще несколько экипажей. Погоня продолжалась около 10 минут. Все это время водитель грубо нарушал правила дорожного движения, что привело к аварии. Позже нарушителя задержали. Им оказался 20-летний житель Тольятти. Выяснилось, молодой человек вообще не имел водительских прав и заявил, что за рулем он не сидел. Как вы тут оказались, скажете? Кто-то ехал в моей машине вместе со мной. А вы один ехали? Собственник я. Если вы являетесь собственником, почему вы не знаете, кто едет за рулем вашего автомобиля? Я вот этого не пойму. Если вы являетесь собственником машины, это же ваша машина. По данным инспекторов ДПС, налицо были все признаки опьянения. Тем не менее, проходить медосвидетельствование задержанный отказался. В отношении водителя сотрудниками ГИБДД составлено 4 административных материала, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Мировым судом ему назначено наказание в виде 15 суток ареста. Кроме того, горе водителю, возможно, предстоит выплатить крупный штраф, а также оплатить ремонт поврежденного в результате ДТП автомобиля. Навыки быстрого реагирования вождения автомобиля и обезвреживания преступников демонстрируют и сотрудники отделов вневедомственной охраны. На конкурс профмастерства они съехались в Самару из разных уголков губернии. В соревнованиях приняли участие 15 групп задержания. На счету каждая минута до места преступления группа задержания должна добраться в кратчайшие сроки. Согласно легенде, в одном из зданий сработала тревожная сигнализация. Прибыв на место, первым делом полицейские обследуют территорию. В считанные секунды на задержанного надевают наручники. Теперь главное – тщательный досмотр. Бывают ситуации, когда физическая сила и оружие неэффективны. В ход идут знания психологии и законодательства. Это обычная работа. Ничего сверхъестественного здесь не произошло. Я бы сказал, что в жизни даже чаще случаются ситуации, которые требуют большей выдержки, самообладания или физической силы. Участие в конкурсе профмастерства приняли 15 групп задержания из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и других городов и районов области. Соревнования прошли в два этапа. Участники показали мастерство рукопашного боя, а также в огневой подготовке, вождении автомобиля и задержании преступников. Ещё есть с чем работать, и мы, как говорится, не расслабляемся. И в данном случае есть лучшие, есть худшие, есть и недостатки в работе. Но, по крайней мере, за последние три года ни одной кражи, сохраняемой объекты и квартиры у нас не допущены. Ежесуточно на дежурство в Самарской области заступают 150 групп задержания. Под охраной ОВО находится более 28 тысяч объектов. По итогам все участники получат грамоты, кубки, а победителям полагаются денежные премии и новенький патрульный автомобиль. На этом у нас всё. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.